Меня зовут Лариса Бунтова, член ТАЮС-дизайнеров. С детства занималась искусством, потом я переехала в большом городе, но очень-очень красивом. Потом переехала, училась в художественной школе, переехала жить в Питер, училась в Академию художеств имени Репина на факультете скульптуре. Потом я закончила институт культура, специализация арт-эксперт. Работала и в продажах, и долгое время в адекварной сфере, впоследствии уже арт-директором. Параллельно делала портретные куклы. И потом меня пригласили в детскую художественную школу преподавать скульптуру. И дали заодно историю искусства, потому что там у них есть определенные условия, определенное количество часов. И я уже придумала свою программу, что я им совмещала, потому что дети маленькие, после школы, после обычной, им сложно. И я им совмещала. Они меня полепят, я им расскажу, причем на эту же тематику по истории искусства, как бы в перерывах. И получалось, что им, они и запрямляли, лучше могли поиграть. И это все вместе оно образовалось, что их нужно образовывать сразу одновременно. И далее, вот здесь, как раз рядом у музея Щепкина, иду, прохожу, о, это мое родное место. Я там организовала детскую школу-студию. Там было для дошкольников. Это была тоже, мы изучали немножко историю искусства, и все время разные техники. После этого ко мне причем начал ходить один человек и пригласила. Далее уже в колледж архитектуры. Для меня организовали как раз в этом колледже два шестой кадра. Детскую студию назвали ее «Архит». И там у меня дети-школьники, в основном 7-10 лет, есть 12. И занимаемся там разное. У нас есть и рисунок, живопись, макетирование, и ландшафтный дизайн, и интерьерный дизайн. Мы делали макеты. У меня буквально в прошлом месяце дети участвовали вместе со студентами. Они сделали свой проект в комнате. Я им придумала историю, что это заказчик, вот он англичанин. Там ему нужны такие-таки запросы. Дети все сделали по запросу, вместе со студентами защищали. И было очень красиво. Причем было, что для них тоже это очень важно. А сейчас я уже организовываю свою студию «Дизайн». Вот она только буквально логотипом, несколько дней. Вот, плестается. Это я, это у меня такая фотография пока в фейсбуке. И вот как раз хотела рассказать, у меня было не так много занятий по ландшафтному дизайну. И одно из них, с чего я начала, это было сады и парки восточные. Потому что дети у них такой манят, их Восток, Япония, Китай. И у них получается очень для них такое близкое, что они создают парки и сады, именно очень близкие к природе. Есть такое ощущение, как будто там рука человека ничего не делала, при этом там может быть полностью все сделано человеком. И я еще включаю музыку такую японскую, там восточную, чтобы они под эту музыку еще там занимались, творили. И вот еще такое у них, рассказываю про все какие-то там восточные мотивы, что это, раньше в Китае было как бы переменчивость мира, вот это, круг, да, что он отражается, получается, это круг. Потом рассказываю, что есть восточное начало, а мужское, женское начало, инь-янь, что мужское это камень, женское это вода, что есть вот разные парки, что в Японии есть целые парки камней. Для них как бы немножко необычно, но очень красиво, еще мне нравится историю рассказывать про Фудзиямы, что знакомые поехали в Японию, их возили по Токио. И останавливаются рядом с Фудзиямой, и экскурсовод просто молчит и уходит. Я стою, там 5-10 минут, подхожу к экскурсоводу, говорю, ну а в чем дело, почему вы молчите? Он такой, а здесь у нас полчасовое созерцание Фудзиямы. И рассказываю, что вот такие древние сады, что обязательно у них есть вода, деревья, камни, какое-то там сооружение. И вот видите, вот как раз одно из таких было первое занятие у меня по ландшафтному дизайну. Я распечатала вот здесь цветочки специально. Здесь были распечатки камней, но почему-то именно камни меньше понравились. Я прислала бумагу крафт. И можно просто использовать обычную цветную бумагу, можно... Вот тоже я распечатала, там фактура деревьев есть в интернете. Здесь получается такое, недорогое, это как макетирование, там берется просто картон от коробок. Вот распечатки здесь идут, всяких цветочков. И они, получается, фантазируют, и им это близко, потому что это, получается, именно природа, когда сады и парки. Вот здесь, да, немножко пластилина. Вот такая у нас, получается, получилась гора, море, река, деревья. Что можно очень легко, просто, и там за два часа создаются такие произведения. Что может быть... Они, как раз, получается, учатся, да, сочетания там цветочков, где может быть гора, все вместе, где он там может перейти через эту реку. Вот. Семь-десять лет, получается. Вот этой девочке, по-моему, как раз десять лет. А у вас есть, да? Да. Здесь у меня мальчик делал два занятия, это в другой студии. Здесь вообще используется просто гуашь, пластилин. Вот от коробок картон, идет гофрокартон. И вот он сочинет такие восточные, что он находится на возвышении. Его пакода, да, такое небольшое здание. Вот, получается, из недорогих мультиалов дети учатся как бы что-то свое такое сочинять, фантазировать. Вот. Здесь такая необычная картинка, вы потом увидите, когда я буду показывать, что мы сделали. Потому что они смотрели, мы занимаемся в аудитории, где еще студенты занимаются. И там у них, они горы делают из пенокартона, такие высокие белые. И именно они идут вот разными рядами, вот в одном из следующих кадров будет видно. Это у нас такое есть в Милане. Вот мне понравилось, да, необычное, потому что хотелось бы такое именно сделать необычное. Вот, это такой сад. Сейчас еще покажу картинку. Вот, есть космический сад в Шотландии. Вот он у нас. Он закрытый. Человек-архитектор сделал его для себя. И я как бы показываю им эти картинки, что на основе их что-то такое пофантазировать и сделать свой необычный ландшафт. Именно не то, чтобы там они цветочки, а именно архитектурные такой. Что можно менять целое пространство. А вот сейчас как раз предыдущая. Это вот у нас получается, насколько я знаю, это во Вьетнаме, а у них такие поля рисуют. Мне просто понравилась картинка. Именно вот показать им, что такой ландшафт в природе тоже возможен. Есть горы, есть такие фантазийные небольшие горы. Это к нам еще как раз на это занятие необычное. Приезжал такой известный архитектор. Далее у нас все планируется какой-нибудь дизайн или архитектурные студии и музеи тоже, чтобы здесь развиваться со всех сторон. Мы учимся и рисовать, и изучаем живопись, интерьер. Мне очень понравилась фотография такого будущего архитектора. Это как раз такой получается фантазийный дизайн. Это же ближе к архитектурной ландшафт. И чтобы показать здесь масштаб, как раз архитектор предложил здесь сумму сделать домик, тогда будет понятно, какого размера у нас эти наши горы фантазийные. Вот так же, как показывала Япония и Китай, что у них ощущение, что они полностью природные, там рука их не касалась, но на самом деле наоборот. Здесь мы тоже придумываем свой парк. Здесь тоже очень получается ватман. На самом деле взрослые макеты, их делают из пенокартона, но его вырезают ножом. И, по-моему, один у меня здесь есть. А, вот этот следующий. Он как раз из пенокартона, но там мальчик с детства уликает с макетированием. Потом другой тоже сделан. Там немножко видно, что он плохо разрезал. Вот уже такой получается достаточно взрослый макет. Эту мальчику 10 лет. Он у меня создал свой парк. Причем просто уже занятие закончилось, там уже 3 часа. На самом деле занятие официально идет по времени 2 часа 15 минут. А здесь уже было почти 3 часа прошло, уже там мамы стоят, ждут, а вот дети там не хотят уходить. Вот это на самом деле такая лавочка необычная. И также есть вариант, тут можно сделать как вот этот, это ватман, а между ними идет прослойка пенокартона, и получается, что у нас несколько слоев пенокартона не видно, и вот такие несколько слоев, и просто низкий, более широкий, и верхний, более узкий, и получается такое ощущение горы. Ими можно играть совершенно по-разному. Мне, например, очень понравилось, детям тоже понравилось. Вот этот мальчику всего 7 лет, он у меня занимается. Да, он обычно заканчивает раньше всех, здесь еще вот такая сложность, это разный возраст, от 7 до 12 нужно следить. Если закончил, что он маленький, нужно ему дать что-нибудь другое. Он дальше спокойно продолжает что-то делать. Вот, тоже такая необычная, такая высокая гора. И то, что здесь все белое, это именно когда идут архитектурные макеты. Вот там, где нижний, это у нас получается либо как вода, либо как равнина. Иногда воду можно, ну, показывают там черным цветом, или каким-нибудь другим, или просто такая, как слюда продается, чтобы слегка ответила, показать гладь. Так что таким вещами можно спокойно заниматься и дома. Также делаю занятие, занималась саймпляем. Сейчас покажу, что у нас сначала получилось. Вот, это такой у нас сам макет. На самом деле делается очень легко. В интернете есть такая развертка, называется макета. Спокойно распечатывается. И вот склеивает. Есть более простые дома, есть совсем сложные. Можно перевести, распечатывать на большом формате и сделать из картона. Поэтому у нас такие простые вещи. А здесь вот получается, не знаю, скучно видно, это мох. Видно, что? Да, получается, мы фантазировали, делали, просто купили одну коробку из МХАП, там продается во многих всяких, для поделки и так далее. В Леонардо, скорее всего, есть. Вот, это у нас зубочистка. Это вот самая обычная, как бечевка. И пашка. Это деревья. Здесь самое главное еще и выбрать правильный клей. Потому что не, с одной стороны, ПВА и клей-карандаш не все склеят, которые обычно детям дают. А давать им клеемомент, ну, да, сложно. Он и руки чуть пачкает. А мне нравится титан. Вот титан, он, я даже в детском летнем лагере летом работала, спокойно детям, там от 6 лет давала клеить титан, и у меня там клеили ракушки. Причем у меня очень нравится, они меня таки вдохновили. Часто у них было, выбирали либо идут на море, либо ко мне на занятия. И у меня все время набиралась группа больше, чем на море. И они меня этот титан клеили. И спокойно он с рук сдирается, как бы, там, если бы одежду не испортил. Вот. И, получается, выбрали такие деревья, потому что очень легко и просто берется вот эта шпажка, просто мне наносится клей, и сверху мы сцепляем этот наш мох. И вот, какие получаются деревья. Здесь вообще просто цветы, клумба. Здесь, кстати, просто у нас песок. И очень люблю использовать глину. Вообще, дети очень любят лепить. Я думаю, все знают. и сейчас у меня здесь просят в основном занятие либо по макетированию, либо лепку. Рисунок, живопись, они как бы, ну да, надо, ну как бы, ну, может быть, у меня такая группа, что, ой, не могли бы выключить. Просто выключить. Да, и вот здесь получается камни, те самые правосточные, которые я говорила, просто лепятся из глины, и тоже можно по-разному украшать дом. Тут главное, чтобы ребенок, он пофантазировал, и вначале можно ему рассказать, например, что существует там разные виды, что можно там и целый дом украсить, что может быть много цветов. Что есть сады, где, за которыми можно не очень сильно ухаживать и следить, как, например, вот это здесь тоже. Это получается как Франция, здесь просто растут полевые цветы, и наши камни для детей. Или что могут быть просто разные деревья, тоже камни. И могут они выстраиваться, те, которые ближе к нам, это один ряд, те, которые чуть дальше, второй ряд чуть выше, и третий ряд там самые высокие, что очень часто так используют. или, например, такое делают в клумбах, что бывает, ну, либо ровная поверхность, либо по центру может быть более высокая. У меня, к сожалению, почему-то вчера в процессе все успело сломаться, интернет не сохранилось. Одна презентация я быстро сделала вторую, вот там как раз были показаны именно разные виды клумб, я думаю, как раз вы в этом и разбираетесь. То же самое, что детям очень важно как-то начинать их перебивать с детства, потому что если он в детстве лежал и ничего не делал, потом заставить его тебе помогать, ну, это очень сложно. Поэтому ребенку очень хорошо там завести клумбом, за которой он будет просто следить и ухаживать. Ну, здесь, чтобы он, например, в ней сам, да, пофантазировал, какую бы он хотел, большую, маленькую, может быть, из каких-то необычных форм, и посадить на какие-то такие цветы, которые практически не требуют ухода. У нас там анюсина глазки, нарцисса, это там один из разновидностей суккулентов, чтобы он там, вроде у него было ощущение, что он приобщается к труду, делает какие-то вещи, но при этом, потому что понятно всем, что он через какое-то время забудет достаточно быстро, чтобы он как будто был занят, там, раз в неделю, там, напомни, там, ходи, там, поли свои цветы. Вот так. Это моя страница на Фейсбуке, которую я стараюсь так активно вести, чтобы там все обновления, какие-то новые занятия, какие-то вопросы. Я сейчас еще веду студентов занятия, но они тоже благодарны, но это совсем иначе. У них другое совсем поведение, другая дать. Причем в этом тоже есть что-то, мне тоже нравится, это тоже оказалось интересным, хотя я вначале не хотела и отказывалась. Но дети — это совсем другое, это мои любимые лет до 12, то они уже... Ладно, да, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok